У нас время Игнатия Тихоновича. Время вопросов и ответов. Мир вам, Игнатий Тихонович. С миром, брат, Александр. Я вот смотрю, Горящий. У нас есть одна фамилия Горящая. И по делу Горящая. Догадайтесь, кто это? Горячая? Да, прямо Горящая говорится. Так фамилия сама крещащая. Оправдывает её. Гори, Бян, Гори. Это уже по их можно сказать буква А. Гори, Бян, Бян. То есть буква Я ни к чему. Дальше три буквы. Гори. А буква Я, она для Бога живёт. Во, фамилия. Интересное толкование. Очень даже. Благодарю. Гори. Она горит. Она нас всех тут сжигает. Это да. Ты не обидишься, Гори, Бян, Тать? Иди. Тихо. Вопрос. Горя потом буква Я не нужна. То есть она себя не выставляет. Она только делает и делает, как хорошая лошадка. Тянет. Вот сейчас у меня надо всё это сравнять. Искать последние где-то. И она полностью на неё поставила. Человек всем уже нашла. Тружеников. Сестра Девора, вопрос хочешь спросить? Вопрос. Игнать Тихонович, мир вам. С миром. Сестра. Вы в проповеди сказали, что вы два раза тонули и один раз вас доставали из машины во время аварии. Я почему-то не слышала, как это произошло. Могли бы рассказать? Ну-ка, ещё раз повтори. Что там? Вы в проповедях, которые я сейчас пишу, там рассказываете, что вы два раза тонули. Тонул, да. А как это произошло? И один раз вас вытаскивали из машины после аварии. И на вас не было ни одной царапины. Да. Да. Такое дело. Расскажите. Вот, который около нашего храма. Сейчас он пустой пруд-то. А он был молоканеш. И там молоканка была. Ну, я поплыла там тина. А я ногами запутался. Тина, это трава, которая растёт. И она длинная-длинная-длинная такая у неё. Просто одним полотном-то. Ну, и всё, ноги-то опутало мне. И руки. И я потонул. Но рядом был сосед у меня, Коля Серебряников-то. Здорово так. Он меня вытащил. Вот как. А второе уже, если можно рассматривать, в другом месте пришлось, ну, по другой причине. А вот когда я сидел в колодце, Павел говорит, и в глубине морской это считает, что он был в колодце. И как у меня с колодцем было? Купил насос. Хорошо качает. А я гляжу, сосед смотрит с завистью. Я решил ему огород поливать там. А вода кончилась. Я подумал, что надо углубить колодец. А у него дно деревянное. Я дни лото вырубил-то. А она как попёрла, няша-то туда. Ну, я уже не могу ничего. То я целую неделю там просидел. Все зубы потерял. А машина, когда мы ехали, КамАЗ наняли. Ну, у него колеса такие уже стёрты были, но не в этом дело. Перед этим только заморозок был, как сейчас у нас здесь в Барнауле. А потом дождик прошёл, и снег упал. И вот этот снег на этом ледяном покрове-то, это очень скользко. И когда мы разворачивались, ну, до деревни, до нашей, там было 16 километров-то. Ну, я сижу с правой стороны, шофёр слева. Я накупил много, что мне помогали. Я по Америке-то ездил. Ну, у меня деньги-то были. А по Теряевке начали строиться, я почти целую машину купил в сетку-рабицу, разного инструмента, пилы, топоры на всех. И машину как повело, и она развернулась, а дальше глубокий такой, как коврак там, это. И она кубарем туда и обернулась. Шофёр-то с левой стороны, она направо, машина-то пошла. И он меня не видит, кабинета нету, а с моей стороны, которая дверка-то, на неё как раз упала. А сиденье-то поднялось с инструментом у него, и меня накрыло. Он больше всего за меня испугался-то. Ну, когда зашевелилось, он понял, что я ещё живой. Но я откуда выкарапывался, теперь как вытаскивать-то? А в этой деревне, подстёпной называется, вот я пошёл и там стал искать, поднять. Ну, они дали там машины две, тросами поднимать. Машина-то наша большая, КамАЗ. А из неё, из кузова-то всё туда вывелось. Теперь хоть маленько-то набросать надо было. Там, может, пропало сколько. Ну, и кран был, он кран этот, специально, который с сеной гребёт, поднимает. Но сетка тарабиса лежала, она плотная, а тут она растопырилась. Там сразу кузов полный, а у нас ещё там половина машины лежит. Ну, так уехали. Вот как это было. И главное, надо молитву, когда наклоняться машина стала, я дорога ехал, считал молитву, а тут молитва у меня как исчезла сразу. Да как же так? Да этого не должно быть. Что машина-то боком-боком, да и на бок, да и полетела. Ну, и дальше я всё там сознание, наверное, потерял. Ну, вылез, даже сарапины не было. Вот это, ну, то, что просчитала. Я про это говорю. Другие это счётом говорить. Вот так вот было, сестра. А она спрашивает, без еды неделю спрашивают? С чего не ели? Без еды, говорит, неделю были, что ли? Да почему же я вылазил? Вылезу на солнце, солнце жарит, а там вода холодная, снова опускаюсь туда. Я же не прятался ни от кого. Мне только надо было углублять, а теперь поставить надо в днище было. А вода течёт со всех сторон-то. Я как лягуша. И целую неделю там бился. В глубине этой морской. А вот на море плавал, когда я в Тихом океане, на Балтике, Балтийское море, аварии не было. Ну, мы попадали в шторм. Но у меня какая-то тяга была. И, видимо, меня ценили в этом деле. Как только начинается шторм или выходим в канал, не моя очередь совсем. А меня вытаскивал капитан за штурвал. Его надо чувствовать. Потому что тормозной путь больше километра бывает. Она машина. Идёт, корпус ещё туда идёт. А ты уже должен почувствовать дрожание у неё и скорее поставить её ровно на правой стороне. А во время бури смотришь на не компас, а компас называется. Аксиометр. Наверху там смотрит один. Не видать ничего. Она почти полностью уходит. Корабль поднимает. Когда утро маленько утихло, мы не знаем, где находимся. Ну, и там какие-то заметили шхуны наверное, в Финляндии были или сколько. Расспросили. Они говорят, вам надо туда. Нам надо было на ремонт в Клайпеду. В Литва. Ну и туда. Там я впервые встретил толкование блаженного фефилакта. Чем мне запомнилось. У меня очень сильная была жажда. Со старичком познакомился. А он на работе работает. Такая борода у него. Из старобрядцев. Ну, без священства. Поморские. Я говорю, у вас какие книги есть божественные-то? А я только недавно обратился. Он говорит, есть. Я смотрю, толкование. Я еще не... Первый раз вы... Я тогда в комнате другой дал место. Я переписываю. А у него две девушки. Там 16-17 лет. Ну, красавец. Я любил косы. Они с такими косами ниже пояса. Они то туда пройдут, то обратно. А я никого не вижу. Я скорее-скорее на 24-й главе уже корабль отремонтировали. Надо уходить. И потом только в Новосибирске встречу продолжение. Законспектирую. Поэтому буду преподавать в университетах. А потом перепечатаю. А потом сам переездам три раза. Вот как все это одно к одному. Да, удивительно. Прекрасно. Ну, вот так вот. А вот вы знаете, этот... Ну, создали Вагнер. Такая организация-то. Воюет-то. Знаете? Ну, слышали. Слышали. А как переводится Вагнер? Что это такое? А? Молчок? Вагнер это композитор немецкий. Вагнер. А я его расшифровал так вот. Запишите, кто будет. Смотрите. Буква В по порядку. Варам. Она набрано была из тюрем, понабрали-то. Вот у Легойды-то отцу 90 лет было, его зарезал прям в кабине. Такой. Варам. В. Варам. Амнистия. Б. И так, Г. Грабителем. Грабителем. Что-то такое-то. Грабителем, да. Г. Грабителем. Что-то такое. Нет. Где-то, что-то. Я все разбойничаю. Тут одну букву я не могу прочитать. Где-то. Ну, в общем, понятно. Оно соответствует тому, что у них есть. Володя, подойди. Может, прочитаешь ты? Варам. Мотной. Амнистия. Сахиликами. Грабителем. Вот это вот слово после грабителей. Какое слово тут стоит у меня? Н. Н. Наверное, насильники. Да, 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 Н. Он говорит, насильники, может? Да, может, надо насильники. Если разбойничают. Вот правильно. Амнистия. Если разбойничают. Это как раз соответствует. Я когда это дал, там в интернете. Ой, вообще. Ну, вот так. Виктор Захарычев спрашивает. Мир вам. Вопрос. В какое время на литургии надо особенно славить Бога, Отца во время Херувимской? Ну, да. Вот я еще славлю Иисуса Христа за его жертву, за нас. Скажите, пожалуйста, может быть, что-то не так? Вот такой вопрос от Виктора Захарыча. А что не так-то? Это как раз и называется центральный, наивысший предел. И же Херувимы, как переводится? Два слова. Начинаем. Мы как Херувимы. Мы как Херувимы стоим. Мы. Тайно образующие себя, тайно образуем Херувимов. Вот смысл-то какой. Почему мы тут, священник выходит с чаши, несмотря на воскресный день, мы кланяемся до низу, когда он благословляет с чашей. Вот как. Да-то самая торжественная часть сердцебиной литургии. А слово литургия как переводится? Кто знает? Общее дело. Правильно. Это на корабле такое тоже. Там название такое. Прямо это общее дело. Игнат Икович, вопрос тут у... А, сейчас. А у Ольги Материнный вопрос по литургии. Но? Ольга, задавай вопрос. Игнат Икович. Да. Во время литургии... Слышно меня хорошо? Хорошо слышу. Слышно? Угу. Вот во время литургии при словах поклонимся, поклоняемся, ну и все, что связано с этим корнем слова, люди все кланяются. Все в храме. Это ведь правильно, да? Как они кланяются? Это поясной поклон или земной? Поясным. Ну и... Даже если слово звучит в, допустим, в псалме. Я даже не знаю, чтобы кто-то это регламентировал. Ты имеешь в виду приклоним к голову или что? Нет, вот, допустим, идет псалом, есть ведь слова поклонимся, вот такое вот. Ну и кланяйся. Никаких вопросов нету. Земные поклоны, на это есть регламент, а на поясные нету. Где ты поклонишься? Тем более люди столько приходят новые, за этим уже не смотрят. Благодарю. Сатана не любит крестное знамение и поклоны. И поэтому поклоны земные разрешаются определенное время, а пояснения нет. И поэтому чем больше кланяются люди, вот у нас то поклонная молитва. Оно никак не опровергается и одобряется. Можно тоже вопрос? Можно. У меня вопрос по книге числа 31 глава. В 53 стихе говорится, что воины грабили каждый для себя. А выше, в 27 стихе, там было сказано, что добычу раздавали между воинами и обществом. Не совсем непонятно. Можете, пожалуйста, разъяснить? А в какой книге это у вас считаете? Книга чисел 31 глава. Ну, давай еще раз повтори. Володя, подойди сюда. Давай, считай. Книга чисел 31 глава 53 стих. Да. Воины грабили каждый для себя. А в 27 стихе там сказано, что добычу раздавали между воинами и обществом. Ну, и что, вопрос в чем? Что не сходится? Не совсем понятно, да. Если раздавали, то как они сами для себя грабили? Надо прочитать просто. Ну-ка, возьми. Как они сами для себя? Потому что те, которые ходили, как Авраам захватил их, это добыча была его законно, так оно и для себя и было. Сколько скота приходили, все это забирали. А которые были, охраняли обоз, им не дали. А Давыд установил, давать им поровну. Вот. Вот он. Вот. Воины грабили каждый для себя. Ну, вот это вот и есть. А для кого же он-то соседа будет грабить-то? Потому что брак поверженный, надо все у него забрать. Ну, вопрос, смотрел, говорит, если яблони растут, там, виноград, то не руби их. А которое дерево не приносит плода, руби его, чтобы оштурмовать. А когда они захватывали, то захватывали и девиц. В какое время он мог на ней жениться? А не понравится, мог отпустить ее, но не продавать. Там определенно, что когда она взяла, была, что волосы обрели ей, ногти остригли. Это его, ее добыча. Тогда разрешалось это. Нет. Спасибо, Христас. Там написано все так, да. И воинов считали. Почему так Господь наказал Давида? Три, выбор был из трех наказаний. Еще, особенно, переписка была. Периспись была с 20 лет до 50, только мужчин. Речь шла об армии. Какая армия? Он надеялся на человеческие силы. А вот у нас такая-то, у нас ракеты там, или все. Богу не угодно это было. И он сильно прогневал, и дрогнуло сердце Ява, который переписывал. Не просто перепись. Когда Христос попал в перепись, там ничего не было, претензий никаких. А тут именно выявить, какая у меня армия. Армия была в это время 1 миллион 100 тысяч. Для маленьких государств это огромная армия. Она не дает технику продвинуться туда вниз, чтобы на ее вместе я посмотрел ту фотографию. Так, слушаю. Ну, наверное, почему на этом акцент делается, что для себя именно. Поэтому сестра приводит другой стих, что там говорится для других. Они раздавали. Сначала себя награбит, потом раздает. Как он может себя оставить ни с чем? Речь шла о смертельном бое. Они сходились один к одному вплотную. Не издалека стреляли. И дальше поверженный враг все у него забирали. Это же делал Мухаммад, который ислам образовал. И дальше делили пор. Но он его надавал как свое, а потом делил. Это его. И они домашним другим попутно подарки делали. А подарки было из чего делать. когда Ефай пришел с победой. Еще тут нет такого противоречащего. Награбил, это ему принадлежит, а потом раздает по доброте. Да, и раздает то не чужим, а своим же. Конечно. Все на месте. Конечно. Игнатий Тихонович, мир вам. Мир вам. У меня такой вопрос. Вот все писание богодухтовенно, да? Да. Для доставления, исправления, назидания. А вот песня, песней, для чего дана? Вот я не понимаю вот ее. Для чего? Для какого назидания она написана? Для какого назидания это? Дело в том, что вы самая короткая притча, знаете ее? Матфея 1333. Царство небесное подобно закваске, которую женщина взяв положила в три меры муки. В одном стихе все. Здесь более обширно. Песня, всем песням, молитва всех молитв это Отче наш. Царь царей наш Господь. И здесь в этом уровне говорит, церковь моя невеста. Тут понятно, вот теперь в этом ракурсе и нужно рассматривать. Что было понятно. А что понятно? Он все у нее рассмотрел и спереди и сзади. И подумал я, влез бы, она как пальма, влез бы по стволу, да ухватился за кисти, а кисти виноградные объясняют груди. И это показано, что Ветхий Новый Завет. Тут такую книгу написал, по всем святым отцам, отец Геннадий Фас, зарядите его и посмотрите. Там глубина неземная. Притом все отцы так и понимали. Попытка была показать, что касается Божьей Матери, но никак не подходит. Церковь и Христос. Вот в этом и все рассматривается. У меня когда занятия были в университете полный курс через полные годы, проходили весь Новый Завет из Ветхого Песня Песней противосектантские и на каждом уроке ответ на все вопросы. У нас подготовка была серьезная к крещению, меньше трех лет кажется и не было. Помногу крестили. Ну все наверное. Закрываюсь. Игнать Тихонович, назначайте молитвенника. Хорошо. Так. Минуточку. Сейчас мне надо сюда заглянуть. Внимательно слушайте, кого вызов сделаем. Так. Вот видишь мне как сразу попался. Алексей Лаптев здесь. Здесь Игнать Тихонович. Вот как раз пропоют. Кратко помолитесь. В конце обязательно прославьте Святую Троицу и громко скажите Аминь. Кто согласен, все говорите Аминь. Молитва делается вашей. Во славу Божию. Во имя Отца и Сына и Святого Духа Аминь. Дева днесь присущественно горождает и земля вертеп неприступному приносит. Ангели с пастерами слава славят. Волс вижи со звездой путешествуют. На сбороде родися от рача млада привечный Бог. Господи, помоги нам всем людям, чтобы после смерти не оказаться нам в гиене огненной. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аминь. Спаси Христос. Аминь. Аминь. Спаси